Приветствую вас. Если говорить одним словом, то поведение, реакцию вашего парня можно рассматривать как проявление значимости. То есть, ваше общение с ним в любом случае для него значимо. Значимо настолько, что у него дрожит, то есть, не фокусируется взгляд, то есть, он на него бегает взгляд. А значимость, она сама по себе может быть связана на самом деле со многими вещами. И совершенно не обязательно, вот совершенно не обязательно с его чувствами, например, к вам. Да? То есть, чувства могут быть, вообще говоря, ни при чем. Абсолютно. Именно вот сами по себе чувства. А мужчина может просто испытывать определенную нервозность просто в силу ряда причин. Ну, например, своих причин. Да? То есть, именно своих каких-то сложностей. Именно своих каких-то трудностей. Вот. И к вам, именно к вам, это отношение может и, в общем-то, не иметь никакого вообще. Но может, конечно, и иметь. Но для этого нужно более подробно разобрать, что именно с вами произошло. То есть, более подробно выяснить характер ваших отношений. Более подробно рассмотреть то, почему вы, например, расстались и так далее. То есть, тут вот есть, есть варианты, есть некая вариативность в поведении мужчины. И эта вариативность, она, конечно, нуждается в том, чтобы ее увидеть, чтобы ее скорректировать, чтобы ее выявить и выделить. Вы говорите о том, что мужчина расстался с вами по своей инициативе. То есть, инициатива расставания была его. Но из-за того, что вы его как-то обижали. То есть, косяки, как вы говорите, были ваши. Соответственно, вы у него вполне, может быть, ассоциируетесь с теми негативными переживаниями, с теми негативными эмоциями, которые вы ему причинили, которые вы ему, значит, дали. Эти негативные эмоции на ассоциативном уровне, вероятно, и могут давать такой эффект, ну вот, о котором вы говорите. Который, ну, который вы называете. Конечно, это не доказано, конечно, это не доказательство, но тем не менее. То есть, например, для того, чтобы в какой-то степени лучше понять мужчину, да, вам надо бы вспомнить о том, что вы ему сделали, какую боль человеку вы причинили, грубо говоря. Вот. И, соответственно, что он чувствовал, что он думал, как именно ему было тяжело, болезненно. И, собственно говоря, почему это было именно так. Вот проанализировав данные аспекты, вы, на мой взгляд, и увидите, почему человек так реагирует. Почему человек так, ну, так вот воспринимает вас, почему человек так видит вас и так далее. То есть, это на самом деле достаточно легко выясняется, достаточно легко это определяется и достаточно легко это идентифицируется. Главное, если у вас, как бы, ну, потребность, если у вас желание выяснить это, выяснять эти вещи. Вот. Потому что, если, например, желание выяснять эти вещи, нет, и вы делаете это только вот для того, чтобы, ну, например, чтобы вам было понятнее, допустим, почему мужчина ведет себя, например, так, или потому что вас это напрягает, вот, что он так себя ведет. Ну, то есть, причин может быть довольно много, но это связано с его восприятием. Вполне может быть с даже ожиданием того, что ему будет вновь как-то больно, с ожиданием того, что ему вновь будет как-то тяжело, с ожиданием того, что ему вновь придется страдать, мучиться там и так далее. Конечно, если у него так было прямо всегда, вообще всегда, если так было всегда, то в этом случае, конечно, можно говорить о уже некой его особенности. Физиологической особенности, возможно, которая заставляет его так себя вести. Можно говорить о физиологической особенности его, но физиологическую особенность нужно еще выявить, нужно еще доказать ее наличие. Вот. А пока этого наличия, значит, ну, я, по крайней мере, не увидел. Да? То есть, вот, доказательства того, что это его физиологическая особенность, я не увидел. Такого доказательства. Вот. И, соответственно, на сегодняшний день, пока, я думаю, что правильнее всего считать, что мужчина просто-напросто такой вот довольно... тяжело воспринимающий, скажем так, напряжение. Нервное напряжение, да? Психологическое напряжение. Вот. Тяжело воспринимающий его, его. На мой взгляд, это самое такое вот адекватное объяснение. Но в этой истории, в этой истории, в ней важно не только на самом деле то, что вот, ну, мужчина, да, что он как-то вот так себя ведет, не совсем понятно и странно. Но в этой ситуации еще не менее важно то, что вы и как вы себя вели. И почему человек, да, с вами раздался? То есть, если, например, он вас, грубо говоря, любил, и, возможно, любил, да, то почему он тогда с вами остался? Ведь вы же делали что-то тогда. Вы сами говорите, что у вас есть какие-то косяки, да? вот. Соответственно, эти косяки, которые у вас есть, их нужно обязательно выявить, выделить. И по возможности стараться больше не повторять, дабы не порстить отношения с молодыми людьми. То есть, если у вас есть такая проблема, проблема, что вы завершаете косяки, то эта проблема вполне себе решается. вот. Ее можно решить. Для этого нужно понять, что заставляет вас совершать в языке. Что заставляет вас отталкивать от себя людей? Зачем вы это делаете? Для чего вы это делаете? Может быть, вы преследуете цель, допустим, ну, отдалите от себя человека, потому что боитесь, можете бояться близости. Ну, просто близости можете бояться, эмоциональные, да? Эмоциональные, духовные близости вы можете бояться. Это вполне возможно. Такая ситуация вполне возможно. Она неприятна, безусловно. Но она возможна. Вот. Могут быть там и другие причины, конечно. Вот. Но их, эти другие причины, если они есть, да, их нужно выяснять, их нужно разбирать, потому что вот так на основе того, что есть сейчас, нельзя, к сожалению, сделать вывод о том, в чем именно у вас проблема, да, какая у вас проблема и почему. То, что проблема есть именно у вас, это, скорее всего, очевидно, что проблема есть. Но какая проблема именно? Чего вы боитесь? Что стоит за страхом, например? Вот это, мне кажется, требуется выяснить. Ну, опять же, опять же, опять же, при условии, если вы хотите разобраться с ситуацией, да, если вы хотите действительно понимать, что с вами происходит, если вы действительно хотите выстраивать свои отношения, ну, скажем так, более адекватно, да, вот, чтобы не бордить их и чтобы не тратить время на бесперспективные отношения. Вот так. На мой взгляд, это важно. На мой взгляд, это стоит того, чтобы поработать на эту тему. Вот. Конечно, если вы готовы у мужчины, понимаете, у него, понимаете, свои, как бы, проблемы, да, у него свои трудности. Вот. Вам нужно думать о себе. Вам нужно думать о том, чтобы у вас все было здорово. Главное не думать о том, чтобы у вас все было прекрасно, а не у мужчины, грубо говоря. И то, что вы интересуетесь им, а не собой, заставляет меня задуматься над тем, а от чего вы хотите от мужчины. Вот сейчас, на данный момент, что вам нужно от него. Об этом тоже, в принципе, стоит подумать. Что вам нужно от него. И, исходя из этого, уже делать какие-то выводы. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.